Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У нас солнышко, минус 6, хорошая погода. И я так думаю, что сегодня последний такой морозный день, потому что дальше что-то плюсы, плюсы. Даже у меня нет в моих закладках, но я вот себе пометил. Ребят, если кого-то интересует, игра на пианино, ну вообще на клавишных, не обязательно пианино, то она сама не на пианино играет. Есть такой канал пианино с Ириной Булаховой. Вот посмотрите, она так всё чётко объясняет, тут вообще сплошные восторги. Она сама очень приятная просто женщина. Кто-то её тут назвал солнечной женщиной. Интересно, посмотрите, я тут пытаюсь немножко овладеть. Ну я играл когда-то, ну давно. Ладно, теперь что у меня тут ещё? Ой, ой, а где у меня? А где у меня что-то ещё-то? А, во! Вопрос! Внимание, вопрос! А можно уточнить у Светланы рождение девочки. Это вышивали ангелов или купили фикус? Вот одну женщину интересует у нас. Так что вот, пожалуйста, Светлана, ответьте. Я пообещал спросить в ролике. Ну вот я обещание выполняю. Ребята, задавайте вопросы. Если ваш вопрос затерялся в комментариях где-то, ну я его просто вытащу и всё. Мне что, жалко что ли? Господи! О, насчёт детали, наверное, я погорячился. Мне сегодня винду надо переустанавливать. Жене. У неё оказывается седьмая винда моя, я не знал. Вот. Так, теперь что ещё? Я вот тут глянул динамику. На Яндексе есть динамика цен на нефть и динамика цен на доллар. И вот на нефть вот так вот вниз, да, вот оно одно время поднималось. Вот для сравнения 68 было, да, не знаю, за бочку, наверное, да. 68 это было ещё когда? В январе, в самом начале января, да. А, вот год начался, да, 68. А сейчас 50, ребята, долларов. То есть не доллар, нефть, нефть. Стоит 50. И ещё курс доллара США к рублю, ребята. Ещё 1 января. А, нет, вот минимально 13 января было 61. Вот. А на сегодняшний день 67. Прям вот так вот. Вперёд, вперёд, вперёд. Офигеть. Так, а и тут же россияне положили на счета в банках рекордные 8 триллионов рублей. Какие-то россияне-то, ребята. Вы там чё, кладёте триллионы, что ли? А я здесь в Америке маюсь, да. Зарабатываю на Ютьюбе тяжким трудом. Аки пчела, ребята. Ладно, хорошо. Гордон обнародовала. Есть Гордон он. А есть она. Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина. Ух, тут какой-то скандал. Набирает обороты. Телеведущая. Ну и так далее. Ну, если кто интересуется по ласти, тут такие скандалы. Ой, выложили видео. Ой. Я не боюсь вас. Я буду говорить правду. Даже не помню, кто это сказал. Она. Головная компания Тиковбанк. Кто такой Тиков? Тиньков, я слышал. Здесь Тиковбанк раскрыла информацию о судебных слушаниях с участием Олега Тинькова. Так, какие? Опа. Они были инициированы налоговой службой США. И слушания проходят в Лондоне. Банкир в них участвует как частное лицо. Как физическое лицо, да? Да, котировки банка сегодня обвалились более чем на 9%. Так, у меня тут все комментарии идут. Комментарии. Пентагон. Создать систему ПРО, защищающую США от РФ, технически невозможно. Ну, вы все знаете анекдот, да? Говорит, кто это такой? Это, говорит, наш неуловимый Джо. А почему он неуловимый? Да кому он нахрен нужен? Так, хорошо. Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса. Аутопсия – это вскрытие. Вирус главным образом поражает лёгкие человека. Доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно. Первый умерший был 85-летний мужчина. На время госпитализации у больного не наблюдалось повышенной температуры, кашель и другие симптомы. На 10-й день после поступления в больницу у него появился дискомфорт в горле в виде зуда и высокая температура. Ничего, пельмени. Диагноз подтверждён, он скончался на 20-й день. На 28-й день он скончался. Пневмония, вызванная новым типом коронавируса, дыхательная недостаточность. Ладно, так. Великобритания рекордно закупила золото в России. Ну, вот видите, сначала в Твиттере появляется, а потом появляется уже вот на ленте Руа. Они, наверное, на Твиттер ходят, смотрят. Да, в 12 раз больше золота в Великобритании. Можете представить? В 12 раз. Более того, этот объём на треть большее количество золота, проданного во все страны мира за предыдущие 3 года. Это вообще что-то какой-то кошмар. Почему это? Так, на Украине лук, сало и чеснок назвали лучшими лекарствами от коронавируса. И тут картинка ещё стопочка стоит, огурчик. Ой, сало, какая прелесть, ребята. Ух! Ну, не знаю, это кто сказал? Арсен Аваков? Нет, Данилов какой-то. Аваков тут дальше. Какой-то Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Я его представляю, в каких шароварах. Ладно, посмеялись. Так, советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией. Опять же, сначала было в Твиттере, а сейчас появилось на ленте Ру. Да, он готов. Турция не враг Сирии, Ираку курдам или арабам. Мы с ними братья, мы здесь, чтобы брат не убивал брата. Отметил он. Москва идёт неверным путём и потеряла доверие Анкары. Чё-то чихнуть захотел. Так, о, известия. Это известия, знаете, какие украинские какие-то известия. Смотрите, Москва уверяет, что обстреляла турецкий конвой в Сирии случайно. Вот случайно мы, да. Интересно, где-то они накопали. А опять лента Ру. Крутой опубликовал видео 25-летней давности с волосами на голове и Пугачёвой. С волосами на голове. Уточнение с волосами на голове. А где ещё бывают волосы? Ну нет, они бывают, конечно, но так писать как-то некрасиво, ребят. Вы как считаете? Так, Украина поддержала Турцию и осудила Россию. Ну, это следовало ожидать, конечно. Это следовало ожидать. Российская школьница умерла во время уроков в Зеленограде, Подмосковье. Почувствовала себя плохо во время уроков и скончалась на территории учебного заведения. Вот это да, 13-летняя девочка стала задыхаться и хрипеть. Мрак. Что-то не то, а. 10 февраля в Венеградской области на уроке физкультуры умер 16-летний студент. За несколько дней до этого аналогичное произошло со старшеклассником в одной из подмосковных школ. Не знаю, от голода, ребят. Вот ей было. Ну, даже от голода или от того, что какое-то дерьмо едят в России. Ну, как это так? Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ. Его создание поддержал Путин. Ну, для дочери чего не сделаешь? Тихоново будет заниматься. Ой, ой, как это всё тошно, вот это вот всё читать, да? Как долго остаётся коронавирус на поверхностях предметов? 9 дней, ребята. 9 дней. На металлических, стеклянных и пластиковых. Вот так имейте в виду. Ну, я сразу подумал насчёт покупок из Китая. Ну, они приходят сейчас вот, но они месяц идут, так что. Тут вообще нечего думать. Так, в Турции, ВС Турции поразили более 200 объектов сирийского режима. Вот это они дали. Более 200 объектов правительственной армии Сирии. Ой, ой. 5 вертолётов, 2 стрельтанка, 10 бронемашин, 23 орудия, гаубицы, 5 грузовиков с боеприпасами. И 309 сирийских военнослужащих ликвидировали. Вот это да. Ну, ребят, война, да. Война. Уже серьёзная. Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Иглибе. Да. Йен Столтенберг. НАТО продолжит оказывать поддержку Турции, ребята. Вот так. Это неравний секретарь альянса НАТО, да, Йен Столтенберг. Он выразил соболезнования и... Фуф. Война. В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус. Надо же, а? В Азербайджане, и причём россиянец? Прилетел в Баку из Ирана гражданин России. Ну, это какое-то бактологическое оружие, ребят. Ей-богу. Вот ей-богу, а? Мрак. Женевский автосалон отменён из-за коронавируса. До свидос. Массовое мероприятие. Тур-операторы в России потеряли... Ох, ничего. 27 миллиардов рублей из-за коронавируса. Вот так вот. А никто не ездит сейчас. Правильно делайте, ребят. Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем. И Машу показали тут видео какое-то. Ну, Машу все знают. Маша, Маша, которая танцует в МИДе. Как я оказался прав насчёт России? Это знаете, я куда заскочил? Заскочил на пора валить, да? И вот тут смотрите. Такого я даже в великой скрипоносной России представить не мог. Дети отвернулись от одноклассницы после того, как на уроке толерантности узнали, что она некрещеная. Опа! Да, вот это да. Ребёнок сказал, что в классе... Это он матери рассказывал. Она в матери рассказывал. В классе был урок по толерантному отношению к разным религиям. И учитель попросил поднять руки крещённых учеников. Потом спросил, кого из детей не крестили в церкви. Руку подняла только одна девочка. Теперь с ней не играют, потому что мы крещённые, а ты нет. Какая-то дикость. Максим Мирович в Твиттере. На окраине сирийского Сорокиба сгорели три машины. Путинских их там нет. В эфире звучат просьбы о транспорте для эвакуации убитых и раненых. Чувствуйте этот запах. Это запах Афганистана. Три машины. Других ментов у Путина для вас нет. Замглавы Росгвардии в Самаре. Получил 12 лет колонии за покровительство ОПГ. Понятно, да? Не за взятку, а покровительство ОПГ. Это организованная преступная группировка. И последнее. На живом журнале, ребята, я зашёл. Тут Эль Мюрид такой есть. Адекватный. Автор. Рыньте в штопоре нефть уверенно штурмует отметку в 50 долларов за баррель. Я вам говорил, да? А за баррель. Ну, бочка, да. Упал рынок США. За ним ушли азиатские. Теперь падают наши европейские. Т-т-т. Маленький междусобочек Турции, Сирии и России никого не интересует. Это мелкая крысиная возня двух слегка неадекватных диктаторов. А может и не слегка. Основные листья связаны с коронавирусом. Проблема нынешней эпидемии в неопределённости. Никто не может построить сколь-нибудь вменяемую модель. И как мы будем жить с этим вирусом? А что теперь жить придётся и достаточно долго, сомнений нет ни у кого. Карантинные мероприятия провалены повсеместно. Они могут затормозить распространение, но прекратить уже нет. Каждый божий день добавляются новые страны, в которых выявляются заболевшие. А учитывая скрытый характер протекания болезни, ну почти месяц инкубации, да? За одним больным появляются десятки новых. Вот это вот ничего. Как что будет, неизвестно, ребята. Неизвестно, что будет. Ничего хорошего в этом нет. Всего хорошего. Тем не менее, до свидания. С вами доктор Влад. Последний новостной выпуск. Ну, может, поиграю, но не знаю. Посмотрим, что будет. Пока-пока.